А вот это здорово! Это действительно здорово! Это неожиданно, но... Да, это неожиданно, во-первых... Ну и вот, в принципе, говорит, Некрофос, ладно, ладно, хорошо, нет проблем. В принципе, действительно нет проблем, Антимаг заезжает для больших богов. Ну и вот герой, который будет просто высушивать сейчас здесь Некрофоса. Да, я даже не знаю. Ипиди сейчас, наверное, в небольшом замешательстве. Ну это сложно идти треплей. Да? А почему? Ты имеешь в виду Big Godов? Нет, нет, нет. А, ты имеешь в виду EG? Да. То есть Некрофос, Венгалион. Ну это, кстати, неплохо будет. Это, кстати, реально неплохо будет? То есть они там погоняют Аэма, причем очень плотно его погоняют. Да, как бы будет такой вот ранний буст для всех героев, для Некрофоса в том числе. А Антимаг будет, как-то, наверное, стараться уходить даже с линии, свапаться с Аксом там и так далее. В триплу нужно идти EG, потому что Антимаг, в принципе, Некрофоса-то убивает. Так, 15 секунд остается. Акверк может и соло легкое постоять против Акс того же самого. И Темплар Ассасин вот так вот решил сейчас PPD. Ланая? Здорово. Ланая всегда здорово, когда нету Виновансера или Джакира. Ланая всегда здорово. В любом случае, здесь контроль и, в принципе, имеется, но Темплар Ассасин должна выглядеть не слабо уж точно. Дэмэдж с руки есть. Дэмэдж с руки есть, но, да, если Акс летит, то, конечно, довольно больно будет. Здесь Ланая, есть также Шадоу Шаман. Но сбивать тот же самый Фри Фракшн нечем абсолютно. Виноманцера надо брать. Ну, я говорю, если нет Виноманцера и Джакира, то... Ну, не, надо брать еще круче, чем Виноманцера. Антимаг, Вичдоктор. Я думаю, что надо взять Медузу, а Медуза в бане, Медузу не возьмешь. А как насчет Наги? Чтобы просто не париться по поводу... По поводу рефракшн, а просто чтобы играть в свою игру, в ту, которую они играть там очень хорошо умеют. Так, посмотрим. 40 секунд есть подумать у Ксяуэйта. Сейчас, я думаю, он-то уж там покажет, чем они хотят сыграть. Алхимика сейчас в бан отправили. Вот на самом деле Алхимика заезжала. Вот это очень удивительно. Не, ну, как слышно. В мидлейн он против Темплор Ассасин подходил точно. Ну, какой в мидлейн Алхимик? Это же куда вы чего курите? Никакого... Ну, почему? Почему бы и нет? Довольно неплохо. Убивал бы там Темплор Ассасин постоянно с каким-нибудь Шадо Шаманом, опять же. С Лунаей было довольно трудно. И это Бэтрайдер. Вот так вот. Вот так вот решили забивать рефракшн. И вообще какой-то герой против Лунаи все-таки, да? Зацепил там Тарасасин, но увез ее там к своим друзьям. В принципе, на этом все для нее и кончается. Ну что, Бэтрайдер by Ксяуэйт. Бернинг на антимаге. От Тикей на Аксе. Ну, Айс Айс опять-таки на Шадо Шамане. Ладно, ям на Вич Докторе. Что по пику скажешь? Кто больше нравится? Мне больше нравится Биг Гот. Мне тоже из-за антимага против Некрофоса больше нравится Биг Гот. Ну, я говорил 2-1. Ну, Некрофос это такая... Ну, такой юнит. С которым что угодно может произойти, скажем так. То есть понимаешь, что это герой, который может реально одной кнопкой перевернуть любую игру. Вот вообще любую. Вот где-то затянется все до 60-й минуты. Он щелк. Ну, я щелк. Ты как бы 120 секунд без байбэка сидишь, отдыхаешь на том же самом антимаге. Ну, вот и пишет Мали, собственно, один из главных специалистов по китайски. Вы знаете, Ксяо Уэйт никогда не был известен своей хорошей игрой на Битрайдере. Как же пойдет сейчас? Да как-то пойдет. Я думаю, Ксяо Уэйт справится. Ну, да, в принципе, пятый герой. Пикал он сам. Забирает этого героя себе сам. И должен только он, в принципе, отвечать за игру на темпларке сейчас. Да, да, да. Так что, короче, сейчас Ксяо будет лососировать то, что надо будет. Ауи на Лионе. Юниверс на Клакверке. Сумейл на темпларке. Пи-пи-ди. На Винвей, конечно же, Фир на Некрофосе. Здесь Ксяо Уэйт на Битрайдере. Бёрнинг на антимаге. Ротики на Акси. Айсайс на Шэдоу Шамани. И Лан Эм на Вичдокторе. Вот такая игра. Интересная нас сейчас ждёт. 1-1. Кто же выйдет в финал Винеров и сыграет в этом самом финале Винеров против команды Вичи Гейминг. Кстати, в финале Винеров, по-моему, после завтра играется, если я не ошибаюсь. Или завтра. Я точно не помню, к сожалению. Расписание наши китайские коллеги любят менять прям доходу дня. Прямо в течение игрового дня. Ну, да в принципе не так уж, что они его и часто сейчас меняют. Они утром сегодня что-то подменяли здесь с 4-бол-1, насколько я знаю. Нет, 4-бол-1, только они просто порядок очень сильно изменили. Да-да-да, порядок матчей, в смысле, они изменили. Причём об этом не сообщили вовремя менеджерам. И там Hellraiser должны были играть где-то вторыми с конца, а в итоге они играют первыми из четвёрки. И, собственно, вот там сейчас они направляются как раз-таки на стадион, где будут играть. Что вот в отличие, например, от нашей журналистской бригады, которая живёт прям в минуте ходьбы от стадиона, отель, в котором игрались групповые матчи и вот, собственно, где живут команды, он находится в 3-х километрах от стадиона. Ну, то есть немножко надо проехать. Ну, так смотри, Ксяо. Всё, под мост просто сейчас спрятался там. You shall not pass. Ну, вот он PPD. Ротикикей, мидлейни, на Аксе. Вот этого я вообще не ожидал. Да, я тоже. Хотя, с другой стороны, а какие ещё варианты? Ну, типа, Ксяо 8 был вариант, да, но Ксяо против Темпларки, в принципе, тоже бы отстоял. Ну, изначально проигрывал бы. Изначально проигрывал бы, да. Ну, а у Ротикикей это может сжечь. Ротикикей должен всё-таки постоянно поджигать Сумаила и вот как-то вот так вот напрягать. И, ну, это, наверное, правильный подход. Ну, хотя Сумаила, мы видим, тоже Ротикикей особо-то не боится, дамажит его и пока вот просто не обращает особо внимания на Ротикикей. Крепстат 4-3 имеет, ну, Акс 6-2. То есть вот Ротикикей такой неплохой пока лейн стоит. Неплохую игру показывает в миде. Ну, и руну. Ауи контролит на топе, главное не отдать её к Сяо 8у. Ну, а снизу пока не контролит никто, но Лан Эм ближе всего к ней находится. Так что, я думаю, он её и заберёт. Две даблы. Такие довольно интересные. Ну, или как две даблы? А, нет, Ауи обратно сейчас возвращается. Я думал, что Ауи будет там бегать у нас и в мид, и так далее. Ну, ты знаешь, против Бэтрайдера он там, в принципе, нафиг не нужен. То есть они его вряд ли убьют. Да, да, действительно, они его вряд ли вообще здесь убьют. И Сяо 8 играет слишком аккуратно. Если что, можно уйти к себе в лес, там, буквально с третьего уровня уже. Здесь немножко потерпеть. Всё это действительно можно делать. И вот Леон, опять же, подходит. Будет ли какой-то выход. Сяо 8 спокойненько улетает обратно. Сяо 8 есть тапок, а там... Ты его никак не видел. И стапка. Менджевл Спирит. Ауи, пошёл на отводы. Ну, Сяо 8 надо как-то вытягивать куда-то вот туда подальше. Потому что, да, Фир получает свою фарму. Сяо 8, видимо, тоже пулит, горит. И вот за счёт этого надо вот венге как-то воровать. Либо Некропусу, вот этих вот пацанов. Но это, мы видим, не отдают. Не отдают Сяо, собственно, денег. И это, наверное... Правильно, правильно. Ну, хотя Ксяо, вот смотри, горит дальше. Вот сейчас сгорит одного, хотя по-прежнему не сгорел. Но вот, кстати, на него сейчас нужно напасть. На него сейчас нужно напасть. Ну, далековато была венга. Если венга как-то вот сюда и обошла, можно было бы тут действительно Ксяо и навалять. Или Шао 8, как он сам себя называет. Ну, извините. Да, действительно правильно по прононциейшену китайскому это Шао 8. Шао 8. Но я привык называть его Ксяо. Будет он мне Ксяо. Вот привычка. Да и для всей, в принципе, русскоязычной публики он Ксяо. Мы же не будем называть Ау-Ти-Кей каждый раз. Потому что буква R английская должна читаться именно так. А сам Ру-Ти-Кей говорит Ау-Ти-Кей. То давайте мы его будем называть Ау-Ти-Кей. Да, ну, блин, короче. Как удобнее так и называем. Ау-Ти-Кей, да и все. Он на Ау-Ти-Кей, а мы говорим Ру-Ти-Кей. Так, ну что, здесь... Тауи. Ой-ой-ой-ой. Еще будет стак. Подоглился сейчас на самом деле. И ППД дает станчику Ру-Ти-Кей. Отбегает под копы двойма Тауи. Проблемы огромные у Ауи. Начинается. Залетает на него. Горит на него Ксяо 8. Тут же Фир. Фир выхилит Ауи. Это факт. И Ксяо 8 в Хиксе. Успеет ли его добить? Ксяо 8. Тычка. И это Фирсблат от Фирана. Да, это Фирсблат. Это Фирсблат. Теперь спокойненько убегает Ру-Ти-Кей обратно. Здесь Суманин. А ну хрен его знает спокойненько ли. Ну, полстолба еще есть. Батлом сейчас отбивается. Бежать дальше варианта не было. Было бы трэп. Конечно, все полегче сейчас еще для ЕГ. Ну что ж, все равно 1-0. И Фирсблат для Фира. Вот так вот. Такой довольно бесплатный фраг. Так, Мидия, Сумаил спрятался. Сагрили. И Ру-Ти-Кей должен зарабатывать фраг. Хотя, дотикает ли? Нет, дотикал Маледикт как раз. А Маледикт-то в 2 у Ланема. Вот так вот. Ну, в двоечку Маледикт на самом деле тоже вещь довольно интересная. На 5-6 минуте. То есть под хил пока что не нужен. Каски, в принципе, в двойку тоже не нужны. А вот, ну, Каски в двойку на линии нужны. Ну, типа да. Он-то имеет Каски в двойку. Имеется в виду, будет ли он дальше этот Маледикт до 4-го левела поднимать. Потому что иногда это действительно очень-очень полезная штука. Когда ты играешь с каким-то Аксом или с каким-то антимагом, ты просто ловишь типа, бросаешь 4-й Маледикт, а дальше антимаг с Аксом, ну, практически 100% его убивают. Потому что Маледикт, ну, действительно больно будет царапать после того, как там, не знаю, антимаг 3-4 тысячи влепит. Да, посмотрим, что будет у нас дальше развиваться у Вич-Доктора. Да, реально интересно. Ну, так, Бёрнинг, кстати, есть Ring of Hells, есть Stout Shield, есть Band of Elven Skin, то есть ПТ-шку, в принципе, может прямо сейчас себе купить, так он и сделает. Ну, а дальше будет выходить в БФ. Я не думаю, что он будет брать, например, от Сартеса и покупать Вангвард. Вангвард, да, Кримсон, Варды. Да, да. Да, Татас в сложную идёт, в принципе, постоянно своим антимагом. Ой, Татас этот вообще, его надо ногами бить вот это вот по почкам, чтобы он играл нормально. Малой же умеет, но, блин, постоянно у него что-то не получается. Но будем надеяться, что сегодня против Рейвов будет очень хороший матч. Ну, мне нравится его антимаг. Как говорил когда-то Смайл, главное, чтобы эта Патма нравилась моей маме, и всё. Всё остальное не важно. Антимаг, если нравится, нравится, это хорошо. Так, тут мы видим См3, стоит и уже знает об этом Сумайл. Больше тыкать трэпа сюда не будет. Может быть потом. Ну, а тут, тем временем, хэнд оф мидос. Шестая минута, и причём не просто хэнд оф мидос, это тапок 0, стик, и тогда хэнд оф мидос. То есть Фир, ну, опять-таки, за счёт этого форсблада, за счёт того, что у него очень хороший крипстат, держится пока на уровне. Но, с другой стороны, имеется легендарный бёрнинг на антимаге. И, ну, перефармить бёрнинга на антимаге, это как, я не знаю, перефармить бёрнинга на медузе. Это not fucking possible. Ну, хотя, может быть, ЕГЭ что-то знает. Ну, в принципе, даже не то, что ЕГЭ здесь что-то знают. Антимаг, естественно, будет фармить очень много, и бёрнингу никто не мешает. Это нетрудно бить, ставить пока что крипов. Да и не помешает ему ЕГЭ. Вот в чём проблема. Должен сейчас появляться здесь у Фира, я не знаю, даггер, что ли, какой-то, или что-то в этом роде. И Фир должен, естественно, бегать своей командой. Фир должен постоянно носиться, кого-то косой здесь шлёпать. Ну, пока Фиру надо набрать, ну, каких-то артефактов. То есть, понятное дело, тут вот вопрос в том, будет ли Фир делать сейчас быстрый, быстрый аганим. Просто есть матчи, в которых действительно это имеет смысл, а есть игры, ну, типа вот этой, по-моему, здесь нет смысла в быстром аганиме. Вот почему-то мне так кажется, что... Ну, нет, если кого-то цеплять, там есть тот же самый Леон с пальцем, то есть ты просто косой накрываешь, палец летит, тело умирает автоматом. Ну, типа да. Или что-то в этом роде. Ну, Тавр сейчас забирает и Вилджинизу. Смотрите, полетели кассочки от ВД. Ладно, наверное, на себя вытягивает крипов. Не даёт просто так забрать вышечку. Ну, а в миде Сумаил 39 на 14, агс 35-13. А у ТК получит свой даггер. Ну, а тут что будет играть Сумаил? Вот будет ли он играть так, как в некоторые темпларки в последнее время, то есть после ПТ-банки, уходить в Мидас? Или, может быть, сразу будет идти в Яшу? Или, может быть, будет блинк? То есть вот тут надо думать, как Сумаил будет реализовывать этого героя. Всё-таки напоминаем, что сейчас в рефрекшне блинк не сбивается, и поэтому блинк был бы, наверное, хорошим вариантом здесь. Но с другой стороны, здесь рефрекшн-то сбивать, чем криками и просто сурки бить. Так что и так он не сможет блинкануться. Да. Грубо говоря, если Акс затянет, так же не отблинканёшься же от Акса. Так, ППД Ауи. Смотри, и куда-то побежали. ППД Ауи. Так, ну, это Вингалион, поэтому если они кого-то цепляют, то, в принципе, они, скорее всего, кого-то и убивают. Ну, главное же цепануть. Ну, надо, чтобы Ротикей куда-то сюда подошёл. Трэпа. Взорвалась. Ротикей. Очень ему больно. Но здесь Вичдоктор. Хорошие каски. Не успеет Ауи копнуть. Всё-таки успел. Винга. Винга стан. Поздновато. Да ладно, и убегает. Сейчас его ещё и выхиливают здесь. А на развороте. И тут троих можно собирать. И Сумайл будет в таверну справляться. Нет. Рефракшн. Ну, ещё один слоу есть. Есть сюда ещё одно ТП. Сумайл спрятаться. Там стан от Вингии. Бёрнинг зашёл. В толпу Ротикей. Сагрил на себя Фира. Тут же трэпа. Ротикей надо бежать. Айсайз ворвался. Ну, и Айсайз накрыли косой. Ну, и это и Ротикей-то, кстати, тоже тут будут получать ещё довольно плотно. Правда, нету стана у ППД, вот Фир так неплохо отгоняет. Да, ну вот мы видим. Аэм потерял время, пришёл сюда, ничего не сделал. А пришёл Фир и заработал, собственно, второй фраг для себя. Ну, драка. Да ладно, там Сумайл. Сумайл. И, 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 и. Не топил. Да, не хватило им РНЖ, там, Типлейт в единичку. Акса убили в миде. Акс там ромбер такие. Ну, доставили его там против трёх героев. В принципе, против двух, опять же, станющих персонажей. Наверное, стоило им не наглеть и уходить Аксу на базу. Не, это не круто. Драться до последнего, не шага назад. Да, да. 3-1 ЕГЭ. Опять-таки, смотри, третья игра подряд в этой паре. И у нас очень-очень-очень мало этих. Фрагов, да. Действительно. 10 минут, 11 минут, 1-3. Вот только сейчас как раз-таки начался такой более-менее экшен. Но как-то всё равно приятно смотреть, на самом деле, за такой вот дотой. Все делают грамотные вещи. Кто-то смещается, кто-то старается кого-то гангать, кто-то старается кого-то убить. Всё равно за этим смотреть приятно. Да, да, да. То есть, действительно, здесь уже идут и такие частично Майнгеймс. Но вот эти вот врывы сейчас в мид были действительно очень-очень веселыми и забавными. До конца не было понятно, кто в этой такой стяжной полудраке выиграет. И сейчас очередной ганг. И в спину Ланэму. В спину просто смоук-смоук идёт. Но там Ксио Уэйт с Даггером. Если он сейчас прыгнет на Юниверса, надо бежать туда уже ППД. И сейчас будет прыжок на Юниверса. На Юниверса прыгнули. На Юниверса. Но тут Бёрнинки, наверное, здесь саппорты уже ничего не сделают. Да, наверное, стоит просто разбегаться сейчас с ППД, Ауи. Что ребята делают. Просто уходят в сторону. А здесь можно поймать Ротике. Ротике, хорошо, есть трэп. Загрил, пытается как-то уйти. Рядом ППД. ППД. Тирожки задуют. Станчик может сейчас дождать. Ну, свап можно сделать, но ППД не делает. Ой, ППД надо высвапываться. Как-то высвапывается Сумаилом. Сумаил. Неплохо. Варды зафармить надо быстренько. Фир будет лихил. Ауи. Каски отбросили Фира. Ауи. Стянули. Фир. Есть хил. Есть Мека. Ауи. Копает. Ауи. Ультует. Ауи. Убивает. Ауи. Вот это он жесткий, конечно. Получил стан. Касой сейчас здесь его прикрыли. И минус. Ксяууэйд. Вдобавок Сумаил. Дальше в погоне за Ротикеем. Сколько же подхилов Леона. Да, да. И Тетпульс. И Мека. Ну и этот Леон, конечно, который должен был раза 4 умереть за это время, все-таки успевает раскастоваться, зарядить свой палец прям куда-то под ногу этому Вич Доктору и 5-3. 5-3 в пользу ЕГЭ. Ну и опять-таки очень полезный фирм. Все-таки он сделал Мекку. Это абсолютно верное решение, я считаю. 11-й левел у него есть. Каса 2-го левела. Есть Меканз. Есть Медас. Деньги сыпятся. Все, кажется, нормально. Сумаил собрал тем временем барабаны. Ну и что там у Бернинга? У Бернинга не хватает 700 голды до Battle Fury. Это будет 15 минут АБФ. Надо что-то с этим Бернингом предпринимать, ребятам, из ЕГЭ, потому что... Но какие-нибудь магии обычно выигрывают, да, действительно. Да, да. Ну, с другой стороны, у ЕГЭ, в принципе, хватает контроля. То есть у ЕГЭ есть завершающий вот этот вот самый рипер, который можно будет Бернинга перелупить, как ни крути. Есть хиксы, есть станы, есть слоуы, есть коги. То есть, ну, неприятный такой пик для антимага. Действительно неприятный. Но антимаг 6000-ый творца имеет 7700 уфира. Уфир там в добавку еще и 302 у нас идет. Вот в чем дело. И уфира все... Да. Во всех фрагах. Ну, Клинтон очень хочет в этот финал Винеров. ЕГЭ, в которых никто не верил, после того, как они этим составом сыграли на финалах Д2Л в Лас-Вегасе, проиграли они у Ехоума, тогда еще ЛВГейминг, проиграли они у Асус Полар, тогда еще ВП Полар. Ну и вот тогда сказали, что вот, наверное, у этого состава вряд ли будет будущее, бла-бла-бла. Много было разговора. Ну, как мы видим... Кстати, фира сейчас вытянут. Фира сейчас вытянут, но ППД может сварить. Прыгнули? ППД. Как раз-таки именно этим сейчас и занимается. Стальчик также выдал и разбегается в две разных страны. Хотя здесь... Ой-ой-ой-ой, Сумаил и Ауи в спин. Хорошо, Ротикея убили. Просто блеск. Сумаил, Сумаил спрятался из байбэка. Сумаила убьют. Скорее всего, Сумаил. Дезвард поставили. Сумаил по-прежнему живет. Он умер. Ротикея выкопился. И бежать надо. Да, нужно сейчас действительно убегать. Юниверс баунтиру начнет, чтобы уйти себе здесь заберет. Он в физике бегает. И в итоге все равно, наверное, в плюс для ЕГЭ. Учитывая байбай Кротикея. Однозначно должно быть в плюс. Мидерами разменялись. Скажем так. Садом 0-2. Тем более у Темплора Ассасина ни одного фрага не было. Нечего было особо и ценить этот Темплора Ассасин сейчас. Да, но мы видим все-таки чуть-чуть в плюс, но для бегот. Кротикея. Зацепили. Сломал сейчас фогу. Станчик сразу же. Юниверс. Касочку получил. Ну и какой-то такой довольно странный. Странные ганки. В итоге сейчас Берниг тут людей просто будет убивать. Берниг уже замахнулся. Уже звук ульта даже шел. Угу. Да, да, да. У нас таки копнули. Да, вот так вот. И в миде вот эта движуха до сих пор продолжается. Касы нету еще 30 секунд. Но фир идет. Есть куча хила. Есть мана. Можно идти. Надо хотя бы зафармить энджетов. Все-таки двойная пачка энджетов и не отдавать ее антимагу критически важно, конечно же. Вот так вот. Да, антимаг там, конечно, тоже сейчас подрезал. У крипов, наверное, трех-четверых даже. Хм-хм-хм. 4.6. АМ 112 на 26 имеет крипстат. Ну вот есть у него БФ и сейчас фарм пойдет получше. Да, 4.6 на 16 минуте. И как же разгоняются-то, а? Ну и нам тут приходит информация, какой будет формат All-Stars матча. Дэнди, Бёрнинг, Чуань, Артизи, Мэйби. Одна команда, вторая. Это Феррари, Пупей, Муши, Фир и Блэк. Формат встречи АРДМ. Вот так вот. Ой-ой-ой, а это интересно будет очень. Да, после этой игры ждите АРДМ. Дэнди, Бёрнинг, Чуань, Артизи, Мэйби. Против 430, Пупей, Муши, Фира и Блэка. Я надеюсь, будет интересный АРДМ. Вот, в частности, на саммите был вообще фантастический АРДМ. Но, правда, желательно, чтобы не такой долгий, потому что расписание сегодня у наших китайских коллег задерживается уже очень сильно. Уже, уже там 6 часов вечера, а еще играть АРДМ и 4 Best of 1 матча с пересадками. Да, действительно, на пересадки там еще вдобавок нужно минуту, наверное, где-то по 10-15 минимум. Да, 30-ку, да. Ну, 30 уж слишком, на самом деле. Ну, полчаса минимум, еще меньше пересадок на этом турнире не было. Блин, мне нравится, что ЕГЭ делают с энчетами вражескими. Просто постоянно их формят. Вообще постоянно. Ну, а там трэпа стоит, в принципе, и никого не боятся в ЕГЭ. Забежали, зафармили, забежали, зафармили. То есть не отдают АЭМу, заставляют АЭМу фармить где-то там линии, либо еще что-то. Сумаил, вот, кстати, у Сумаила сейчас могут быть траблы. Ну, вот, нет, не пошел Берни дальше по линии. Ротикей у нас по-прежнему без блинка. Ротикей, ну, что, вангварти, наверное, сейчас купит. Блинк на потом оставят. Ну, вот, конечно, Соло-мидакс что-то не заезжает, скажем честно. Да, я думаю, и не было, в принципе, варианта здесь. У нас Ксяуэйта, кстати, сейчас убили. Очень хороший ганг в чужой лес. Ну, и у ЕГЭ дела-то идут намного лучше. Сейчас Ай-Сайз пытается улететь. ППД увидит ли? Не успел ППД просто прокликать никак. Да, он действительно даже его толково не видел. Так вот, я думаю, не хотели АКС изначально ставить в среднюю линию. Я думаю, АКС был герой в сложную, так как он вообще был на ферст пик. Ну, а потом просто пришлось. Темпларочка вот это очень испортило планы. Хотя Темпларочка у АКСа тоже линию выиграл. Это бесспорно. Ведет 2,5 тысячи голды, если сравнивать опять-таки с АКСом. Фир приобретает ультимейт орб. Фир, братан, скажи мне, пожалуйста, что это Хекс. Потому что это должен быть Хекс против АЭМа. Это просто должен быть Хекс против АЭМа, против Бэтрайдера, против АКСа. Возможно, это Линка. Ну, дай бог, чтобы не Скадия. Нет, это не Скадию, я думаю, что точно. Как бы Фир более разумен, на самом деле. Вот, это, скорее всего, все-таки Линка. Хотя есть 2 800 и пока что не собирается. Ничего покупать. Посмотрим, может это сразу какой-нибудь действительно будет просто не стикстав. Посмотрим, ладно, действительно посмотрим. Чуть попозже мы это узнаем. Да, надо дождаться пока решения. В Беона, кстати, есть блин, Куауи. Это очень хорошо. Врывы будут намного эффективнее. Вот, кстати, ворды в миде надо фармить. Ворды в миде надо фармить. Тут 3 героя команды Бигот. Бигот и вот так вот спокойно за тавра фармит их Фир. Ну, вот вышка проседает. Вышку не надо отдавать. Вот есть глиф и вот теперь ворды просто зафармить. Клокверк чекает рокетами, что где происходит. Ну, тут очень классно действует ЕГЭ. И по деньгам они, кстати, ведут уже 3 500. По XP ровно идут команды. Но пока ЕГЭ... Пока ЕГЭ действительно хороши. Да, ЕГЭ в принципе не собираются, я так понимаю, отпускать. У них постоянно вот эти вот передвижения по карте. Они постоянно что-то стараются ломать. Антимаг фармит. У антимага есть яши. Полторы тысячи золота. Ну и 10 тысяч нутворца. Бёрнинг на самом деле уже довольно-таки силён. Да, Бёрнинг разгоняется. Это значит... Ещё и манта появится. Какая-то одна драка, удачная драка с мантой той же, да. Там трипл килл любой от Бёрнинга. Да, просто пока без манты, ну вот если его захексят, ну всё. Его очень быстро сфокусят. Нереально быстро сфокусят. И рипером накроют. И привет, братан. Да, Хекс как раз-таки появляется от Мекрофуса. Дофармил Фир. Это правильное решение. И на 20-й минуте у нас Мекрофус с Меккой, Медасом, ПТ и Хексом. 20-я минута. Фир прям... Не в себя фармил. Да, слишком сильный Некрофус. И должны сейчас как раз-таки этот Хекс быстренько реализовывать. Есть также и Аегис. Не будем забывать про то, что... Так-так-так-так, Бёрнинг, Бёрнинг, Бёрнинг. Хексануть же его вот так вот. Хексанули Бёрнинга, толкнули. И рипером по голове. О-о-о! Всё просто в него. Вот это было жёстко. Там ещё Леон накрыл. Просто чтоб, не дай бог, он не ушёл. Там изначально палец. Сколько у него дэмэджа всунули? 1185. Не, ну тут не посчитало весь дэмэдж, конечно. Ну, два пальца. А не тот пальца есть дэмэдж. 129. 129. Трипера, наверное, не посчитало. Да, трипера не было. Ну вот так вот. А теперь Бёрнинг понимает, что с ним будет происходить. Минута в таверне Бёрнинг. И пока нет Бёрнинга, ЕГ могут творить вообще всё, что хотят. И не будут забирать тавр в миде. А могут и на Т2, в принципе, побежать. Всё-таки 50 секунд есть. Ну да, можно, можно постараться. Заставить байпэкс сделать Бёрнинг. Хоть и нету пальца, конечно, к сожалению, но всё же причём бы и нет. Есть хукшот, есть хекс, через 30 секунд будет новый рипер. То есть иди себе и просто напрягай. Вот так, хиляй крипов, бей тавр. Фир прекрасно знает, что делать. У него всё-таки хила, конечно, просто немерено. Да, ЕГ, конечно, сейчас подзажали так, ребят, из-за бегот. Ну тут Айсайз, кстати, вставит ворды на Т2 тавр. А тут Т2 тавр тоже упадёт, если никто не будет на это реагировать. Ну вот, есть реакция. Есть ТБ. Да, прилетают сюда персонажи ЕГ. Ну, пока только Юниверс. Юниверс сам тут не разобьёт эти ворды абсолютно никак. И тавр-то будет потерян сейчас. Да, и вышку теряет. Ну, есть глиф. Ну, что ты с этими вордами сделаешь? Один вард он убьёт, ну, может, два. Стопил. Хорошо, хорошо, Айсайз. Да. Да ламывает всё-таки Раста Тауэр. Да и, в принципе, лететь тогда не надо было. Надо было в миде стоять ломать. В чём проблема? Да, да, да. Я думал, если да, летит какой-то Некрофас, тогда да. Тогда он спокойно разломает себе эти ворды. И Раста бежит оттуда. И так далее. Даггер у Фира. У Фира Даггер, а у Раста гем. И вот теперь... Или кому он там гем этот отдаёт? Кому-то она его отдаёт. Битрайдеру. И вот теперь надо быть осторожным. Потому что сейчас трэп будет разбиваться. Сейчас темпларку будет в милге видеть. И сейчас надо как-то вот по собраннее работать. Бёрнинг. Если манта... Да, имеется сейчас как раз кеманта стайл. БФ, ПТ, два уже прям боевых артефакта есть. Но если на самом деле будет прыгать на Некрофаса, то в принципе у Фира будут явные проблемы. Но у Фира очень хорошая команда сейчас. У Фира всегда венга за ним. Всегда за ним венга. Ксиоуэйд, хексанули, Ауи, второй хекс, подкоп и рипер. Вот так. Не удержим. Уже Фир. Это 6-0-2. Клок вверх цепляет Ланема в лесу. И Ланем... И Ланем просто умрёт там в соло. Ой, ещё засилил сейчас Фир так понаглую. Ну Фир говорит, братан, ну ты же понимаешь. Ты понимаешь. Ты же всё понимаешь. Я как бы главная звезда этой команды, что я зря такую бороду отращивал, что ли. 10-4. И у ЕГЭ, в принципе, преимущество уже вырастает до 5500 нетворца и до 5000 экспириенса. Бёрнинг, братиш, соберись. Монтау Бёрнинга. Бёрнинг слеп. Он с повязкой на глазах. Да, Бёрнинг на самом деле собран. Бёрнинг действительно собран. И он фармит как можно больше. Больше фармить антимагии невозможно. Ну да. То есть, Некрофос-то всех убивает. Вот. А здесь Бёрнинг как-то бьёт крипочков. 1-1 у него появился Огрклад. Будет появляться БКП и больше фармить уже некуда. Всё, что возможно, у него имеется. Ну что же так. Касту сейчас забрал. Юнинг, как Бёрнинга, пугал. Говорит, сейчас хукшот на тебя. Ну хукшот Бёрнинга, в принципе, пофиг. Ему главное, чтобы не было Леона, либо Некрофоса рядом. Потому что хиксы. Хиксы, хиксы. Вот что самая большая проблема для Бёрнинга сейчас. Да хиксы вообще на самом деле самая большая проблема. Любого героя, любой команды. Ну да. Да. Хиксов много не бывает. Тут я согласен. Ну, вряд ли ещё будут появляться, конечно, они. Ну, хотя, почему бы и нет. Клакверк. Какой-то что там Клакверк. Клакверк, Капфорстав собирает. Понимаете дело, чтобы закрывать и убегать. Ну и что? Бигот Фир. Хиксанул Ланэма. Хилл будет Лихилпа. Ланэм. Рипер. До свидания. 68 секунд. Фир в соло. 16 левел не отпускает. Так, тут Бэтрайдер. И у Фир отраблый. Харо... Ауи, боже, какая реакция. На развороте ультует. Но здесь Ауи поймали и уходит отсюда. Да, уходит в Фир. Ладно, там Леон отдали. Это не так, на самом деле, страшно. Потому что ганг, в принципе, был хороший сейчас от больших богов. И не умрёт. Клакверк. Клакверк не отпускает никого. Но тут у Клакверка траблы. Хекс. Клакверка. Моментально испепеляет Сумаил. Сумаил пытается убить Биг Айсайса. И убивает Айсайса. И ещё зарабатывает 200 голды на вардах. Ну, вот так. Потеряли Клакверка, который, в принципе, суицидально прыгал. Прыгал. Это было понятно. Он прыгал в спину троим, чтобы добить Ксиаоэйта. Ну, и мы видим по Файтерикапу, в принципе, в плюс для ЕГЭ. Ну, очень маленький эта драка. Несмотря на то, что она прошла 3 в 2. Просто Мордов ещё поформили. Да, не особо-то её уж и не плюс. Просто ребята, опять же, постражались, подрались. Падает вышка. Вот в чём дело. И два героя всего лишь остались у больших богов. Ничего они абсолютно с этим поделать не могут. И минус Таур. Ну, пока не могут. Но, опять-таки, мы видим, что в драке, если где-то как-то прыгнет хорошо Бёрнинг и всё-таки зацепит Фира, то всё может быть. Но вот у Фира появляется по чуть-чуть Аганим. У него не хватает тысячи до Аганима. У Сумаила появился Дезолятор. Здесь появляется Форстаф. Артефакты просто сыпятся со всех сторон. И здесь уже ТК. Блинг, Талити Бустер, Огл Клап. У Бёрнинга Бёрнинг начал собирать БКБ. А Бёрнинг всё прекрасно понимает. Без БКБ. Ну... Делать нечего. Да, он тут не железный. Просто нечего делать. Абсолютно. И это понятно. Слишком много гадостей. Есть хиксы. Есть всякие станы и так далее. Да и тем более даже те же самые магические прокасты. Всё равно наносят. Уйму демеджа. Почему у Бёрнинга спеллшилд в два? Ты же играешь против таких пацанов. Тут же свап. Боже, Ксяо. Ксяо не дадут в этой игре сделать ничего просто. Винга забирает на этот раз фраг. Потрачен был зря, наверное, риппер. И так бы убили. Поймали Ланема. Сумаил два удара. Быстро. Ну, с Дезолятором. Да, там Сумаил особо не разговаривает с Растой. Ну, Ксяо пытается уже в который раз в это два БКБ появляется. Очень хорошо сейчас для Биг Гот. В который раз пытается Ксяо кого-то свапнуть. Ну, ППД этот у него, наверное, уже просто в печенках сидит. Потому что все свапы, абсолютно все свапы в этой игре заканчивались тем, что... Ну, не все свапы, а все лассо попытки залассосировать заканчивались просто свапом. Ну, ЕГЭ. Забрали Т2, отошли. На топе Бёрнинг забирает Т2 на топе тоже. Что останется только одна вышка у ЕГЭ и одна останется у Биг Гот. То есть, по товарам счет равный. Но 10 тысяч голды и 72 тысяч экспы, несмотря на то, что счет по товарам равный. В три раза. В три раза счет просто выше у ЕГЭ. И также, понятное дело, Фир старается фармить абсолютно все, что только есть. 8-06. Очень много бабла именно в Фире. Ну, и хотя антибаг тоже там 16 тысяч нетворса, можно сказать. Есть БКБ и 700 зол сверху. Ого. Бёрнинг-то не слаб. Не, Бёрнинг норм. Бёрнингу просто нап так Сумаил. Сумаил, Фир с блинка, Хекс в Цяо. Здесь же Ланем пытается хилить. Полетели каски. Полетел Дезвард. Ланема просто убивает. Ну, не залетает на этот раз ультимейт. И вот он, вот он. Смотри, Бёрнинг и Фира сейчас убьют. Фир. А вот так вот. А вот так вот. И Сумаила тоже убьют. Должны тоже сейчас бить просто в тестером здесь. Очень хорошая драка в исполнении больших богов. Ну, тут ошибка грубейшая от ЕГЭ. Грубейшая. Идти по Т2 тавр вдвоём. И ты смотри, сколько денег. 3000 экспы, 2000 голды сразу. Хлоп. Без саппортов просто. Отдаёт свой стрик Фир. 8.08 у него было. Стало 8.18. Вот так. И вот он Бёрнинг, который показал. Что, Фир, давай. Иди сюда. Под тавр хочешь мой идти? Давай. Ну, были бы саппорты. Был бы, опять же, там, Леон или Леон. Конечно. То есть, Дезвард бы не стоял ни секунды. То есть, это понятно. И добили бы, наверное, и Бэтрайдера там. Ну, Бэтрайдера добили. Но суть в том, что драка была бы не 2 в 2. Просто идти без поддержки не стоит. Действительно, такая жёсткая поддержка. Господи, все герои абсолютно со станами. С хорошим рейнджом. То есть, и Леон есть, и Клакверк. С Хукшотом так это же вообще превосходно. Но вот как-то ЕГЭ сейчас заборзели. Да, оборзели. Но опять-таки, ещё и огромный плюс для БГЭ. То, что Бёрнинг не прожимал БКБшку. И по-прежнему, она у него 10-секундная. И вот он смог. И Биггоды почувствовали уверенность. Там, тем временем, Фир появляется. У него есть Аганим. Вот ни в коем случае нельзя сейчас ЕГЭ подставиться в драку без Фира. Куда побежали Биггод? Они побежали на Рошана. Не угадывают с таймингом. Рошан через 10 секунд. Чуть-чуть не угадывает. И остаются здесь. Да, да, да. Ну, ты всё-таки не поверили, что прямо сейчас появится. Ну и тусуется. ЕГЭ не знает, где находится враг. Сумаил. Идёт. Он один. Остальные очень далеко. Сумаил. ППД. А какой свап. Опять-таки, отличный. Бёрнинг. БКБ. Пошла драка. Сбревает. Буквально моментально венгу. Там стоит Дезвард. По Сумаилу очень больно бьёт. По Юниверсу тоже. Юниверс с Бёрнингом дерётся. Юниверс погибает. Там тем временем Рипером минус Бёрнинг. Ой-ой-ой, хорошо. Бёрнинг убили. 108 секунд не будет Бёрнинга. Поэтому можно и Рошанчика сейчас забирать. И нужно отходить. Естественно, Бегот. Ну, вот так вот он. Фир. Вот так вот. Ауи. Погоню. На БКБ. Ой-ой-ой. Ротикей. Будет ли сейчас подкоп? Ротикей. Блинкануться не может. Может только кричать. И ещё один Хекс. И Ротикей тоже в таверну. И 70 секунд не будет Ротикея. И очень близко от Т3 ребята из команды Ивлджиниус. И столько два саппорта в диффенсе. Нету вардов у Расты. У Вичдоктора нету Дэдзворда. Скорее всего... Скорее всего это минус Мидлейн. Но... Но слишком медленно бьют вышку. Вот в чём проблема. Да нет-нет-нет. Вот Сумаил разогнался. Он же Крипов до этого бил. Всё нормально. Под Дезолятором Тавер падает. Довольно быстро. Полетели каски не туда, куда надо. Улетают в Крипов эти самые каски. Ну и что же? Целая минута. И на топ можно идти, потому что... На топ нужно идти, потому что Бтрайдер сам ничего не сделает. Да, там в принципе уже сейчас касается... Ауи! Хекс! Смотри, всех Хексе просто. Ксяо! Ксяо! Один в один. Нет, один в доль. Хорошо. Ауи жив. Ауи подхилли. Здесь очень много хила. Ну и 19 секунд Акса. Заберут эту сторону и уйдут отсюда играть. Хотя Юниверс уже рядом. Они пойдут дальше. Они пойдут дальше, потому что опять-таки вдвоём живы. С Юниверсом будут даже втроём. Но есть Хилл, есть Рипер. В конце концов, если сейчас, не дай бог, поймает Рутикей и накроет его Рипером. Всё, на этом игра закончится. Кракверк прыгает на Ланема. Включает здесь Блэйд Мэйл. Ланем в таверну. И Ланем. И опять же всего лишь два героя живых. Всего лишь два героя живых. То, о чём я говорил во время пика. Один Рипер в Бёрнинга. В БКБ, не БКБ. Неважно. Один Рипер. И, собственно, минус две стороны. Тут в барак оставили 49 хапов. Так, врыв. Сыпанули у нас ППД. Бёрнинг. Бежит бить Фира. Фира не очень-то. Бёрнинг-то пробивает. И сейчас ещё будет Хекс. Как только закончится БКБ, у него есть Рипер. Ждут. Бёрнинг. Хекс. Бёрнинг сейчас ещё раз отправится в таверну. Палец. Если палец. Ай, тут хороший Хекс от Айс. Айса. Фири. Это минуски. Неплохо. Очень хорошо. Сейчас Бёрнинг тоже здесь сыграл. Будут ли бить дальше? Нет. Решил уйти Бёрнинг. Слушай, ППД до сих пор жив. Только сейчас убили. Сум nutrient сейчас будет убивать Ксиои. Проблема была в том, что почему-то палец не дали в Антимага. И не было Рипера. Хотя можно было бы постараться. Ну, он там не успели. Антимаг долго был в БКБ, ждал до конца, чтобы хиксануть его. Он его хиксанул, но тут же прилетела Раста с Глинка, которая хиксанула в ответочку Фира и не успели. Двух сторон нету Биг Год, Evil Geniuses. Пока исполняет очень хорошо в таверне, сидит Фир, расслабляется, не выкупается. Он может выкупиться, но не имеет ни малейшего желания. Да, и Рошанчик, второй Рошанчик за игру. Встает сейчас опять же ЕГЭ и Сумаил с Аегисом. Есть Линка, есть Изолятор, есть БКБ. Крайне сильный сейчас Сумаил. Ну что ж, нужно ждать Фира и вниз. И по нижней линии просто-напросто навязывать еще одну драку. 8 секунд БКБ у Бёрнинга уже. Опять-таки ловить его на хекс и пытаться, собственно, закончить эту игру одним рипером. Пока ЕГЭ в этой игре исполняли без особых ошибок, то есть был там фейл, да, когда они снизу двоем отдались. Но в остальном, в остальном ЕГЭ держится хорошо. Да, довольно уверенно еще играют. Действительно, довольно уверенно. Прекрасно понимают, что им нужно делать. Прекрасно понимают, как им нужно это делать. То есть этим ребятам не объяснишь ничего. Они и так все прекрасно знают. Ну да. 24-12. На 35-й минуте третий решающий карты второго полуфинала. Напомню, первый полуфинал был 2-1. Кстати, ребят, я знаю вас сейчас уже более 60 тысяч. Сегодня в 4 утра с нами было 13 тысяч. И они в курсе, о чем я. Но большинство вас не видели. Я вам очень рекомендую сегодня вечером, когда будет только возможность пересмотреть на нашем YouTube-канале запись первого матча Вичи Гейминг против Сикрет. Поверьте, вы не пожалеете. Таких карт не было очень давно. Да, таких же бывает раз в полгода. Вот в лучшем случае. Это было что-то. Поэтому посмотрите. Еще раз напоминаю, первая карта Сикрет Вичи сегодняшнего полуфинала. Маст Си. Просто Маст Си. Она у нас так на YouTube и названа. Маст Си. Сикрет Версу Свичи. Линкаут импларки. ППД с блинком с форстафом. Мы понимаем, что он сейчас высвапнет вообще с любого лассо или с любой вообще непонятной ситуации. Ну, действительно, есть 11-й уровень. Там можно за 3 экрана просто свапать с этим даггером и форстафом. Что не проблема. Да и Сикла Кверк с Аганимом. Там можно и хукаться во всех теперь еще постоянно. БКБ. БКБ 8-секундное. И появился Игл Сонг. Очень скоро у антимага будет Баттерфляй. И понимает прекрасный Бернинг то, что нет смысла копить себе на байбэк, потому что он просто не байбэкнется. Да, но это понятно, что если его и убьют, то его убьют через Рипер. Но он пытается за счет Баттерфляя быть поживее. Потому что действительно демджа вписывает много. Ну, там... Там не только Физой бьют. Там всем подряд бьют. Сумаил. Третья сторона. Просто стоять на хайграунде и бить. У него Аегис, и он должен заходить вот сюда и бить. Если его свапнут, Винга... Если его заласосирует, Винга его высвапнет без проблем. Крак вверх. Вырывается Ксяу. Моментальный рассказ в Ксяу. Как быстро он вздыхает. Ротикей. Бернинг. Толпу. Фира. Свапает. Фир по-прежнему в хигсе. Фира держит. Нужно жить. Нужно жить. Айсайз просто умирает. Точнее, просто Айсайз. И Фир выхиливает. Бернинг. Бернинг. Бернинг без БКБ. Почему Бернинг еще жив? Сумаил теряет Аегис. Фир. Бернинга нечем бить. Рипер в Ланемо. Неточный. Странно. Очень все делает это странно. И отходит пока что ЕГЭМ. Ну и Бернинг вернулся в драку. Смотри. Все неправильно сделали сейчас ЕГЭМ. Ротикей. Ворвался. Ушел обратно. Ну и отбились. Биг Гот отбились. Причем очень неплохо. Отбились ты сейчас. Ротикей потрясающе ворвался. Хорошо. Да, там драка и так далее. Ксяу Вейтам за секунду разнесли. Но зачем этот рипер был в Вич Доктора. Вич Доктор не умер. Антимага вообще никто не бил. И как-то все-таки странно. Тут действительно Ротикей. Ты знаешь, за драку у него было 3 блинка и 3 берсеркер с кола. Вот такие. Именно такие. Туда, куда надо. Скажем так. Так. А Эмта бежит. И его байтят. Сумаил прячется. Будет ли Хекс? Копает он Бернинга. Иллюзию одну убивает. И Сумаила просто продали. Вол. А вот это вот уже... Сейчас темплоросасин здесь. Вот это уже провал. А там Тир-4 вышел. Ничего страшного. Да, да, да. Там антимаг. Сейчас пришел Бернинг. Отфармит. Я не понимаю, почему все так плохо сейчас. Закончил. Ну, неправильно подошли. Неправильно. Не так надо было. Не надо было врываться. Не надо было врываться. То, что ворвались на... Клокверк ворвался на товарища... Бэтрайтера. Окей. Убили. Все. Забейте. Отойдите. Пусть постоят. Пусть выкупятся. Отойдите. В итоге должна темпларка вот здесь с Эггисом стоять и бить, бить, бить тавер. Пусть на нее нападают, а вы ее будете сейвить. У вас есть триллиард хила, свапы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а так получилось, что какой-то сумбур начался в драке, и в итоге... И просто Бернинг за БКБ. В принципе, Бернинг-то нужно как-то кайкить, когда у него БКБ, и особо-то не стараться вообще в упор с ним стоять. А в итоге Бернинг нахлобучивал каждому, кому только хотел, и его никто не трогал, потому что не было смысла. Потому что Агрелакс, ну и, понятное дело, главная бить не могла без Феркер Коли, а всякие магические персонажи ничего Бернингу плохого БКБ сделать не могут. И Биггот идут в атаку. Наконец-то вылазит они с базы, они понимают, что мы можем драться, надо выйти в атаку. 10 секунд нет Сумаила. Ну, и можно хотя бы попытаться Т2. Сумаил берет блинг. Айсайз там еще грамотные ворты поставил, и хексанул всех, и связал, в принципе, и эзершок. То есть, умер, вот, умер не зря, он уже все выдал, абсолютно все, что у него было. Йой-йой-йой, Смоук, 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 Сумаил. Видит Ротикея, Ротикея в хекс, и тут же Бернинг, БКБ, очень хорошо, Ротикея сбрили, но Бернинг убивает Фира, Бернинг убил Фира. Фир будет ли байбэк? Да, есть байбэк, но там уже минус 2. Айсайз тоже, скорее всего, погибнет. Бернинг убивает Ауи, Бернинг сейчас убьет Юниверса, хотя Рипер по Бернингу. Очень сейчас хорошо все сделали, и 125 секунд сегодня будет. Как же близки были Биг Гот, как же они были близки, но 2 минуты без Бернинга они не выдержат. Они не выдержат минуту без Ротикея, 2 минуты без Бернинга, Фира уже побежал, бежит сюда Сумаил. Нет, не получится. Только чудо сейчас спасет команду Биг Гот и подарит им еще один шанс. Я не знаю, как это чудо должно называться, должно оно называться Директор 8. Давай, давай, Шао Эйд, давай! Спаси своих тиммейтов. Да, в принципе, у Бетрайдера вариантов здесь не особо много, и... Да, ну это понятно. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что ему нужно сделать. Не, ну ничего, ничего, сейчас нужно как-то терпеть, как-то выигрывать время. Есть глиф, можно ставить глиф, отбрасываться, как-то забирать крипов. Падает Т3, нужно вязать глиф. Ой-ой-ой, Ланэм, Клокверк притягивается на своего. Вот выигрывает Ланэм время, молодец. Есть глиф. Осталось 2 секунды до Расты. Скоро будет Раста, у него будет через 40 секунд, правда только ворды. Почему никто не бьет Тавр? Бетрайдер на Юниверса. Прыгает у нас Сумаил, пытается убить Бетрайдера. Не убивает его. Никто не бьет Тавр, вообще никто не бьет Тавр. Клокверк. Накрыли Расту. Расты не будет полгода, опять-таки. Но есть уже Акс и Бараки. Бараки, 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 Бараки. Акс должен сейчас хоть кого-то заагрить. Акс никого не агрит. Ну бейте же Бараки, что же вы делаете? Сумаил пытается убить зачем-то Акса, который в БКБ. Ничего, ничего. Абсолютно не делают сейчас ЕГЭ. Хотя... Хотя, да. Они просто всех убили. Райдера и Родина. Это гуд гейминг. Да, вот теперь минус три страны и падает трон ГГЭ, пишет Ксяо Уэй. ЕГЭ в финале. Браво. ЕГЭ в финале сыграет против фичи гейминг. Очень хорошо сейчас ворвались все-таки на Акс с Батрайдером. И если бы похожего не сделали, то я думаю, как-то Дэйфилип до последнего... Да не так, в принципе, до последнего Дэйфили, если так же говорить. Ну, типа да. Держались, потели...